здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пененко сегодня говорим о прекрасном о танцах и мало того это больные танцы и одновременно спортивные танцы еще прекрасно есть возможность узнать как это все работает и у нас будут реальные участники прежде всего это наставник тренер такая сообразная мама танца да если можно выразиться виктория геннадьевна преображенская руководитель студии спортивного бального танца big dance красковского культурного центра и пару которую мы только из-за программы разбили сейчас в первой части нас будет арена разговаривать с нами отвечать на наши вопросы а во второй части и и как сказать напарник да партнер партнер по танцам родион присоединиться к нам во второй части программы так что все по-честному сразу же скажу что мы хотим поздравить викторию геннадьевну и всех ее значит спортсменов наверно можно так сказать артистов одновременно с тем что она стала обладателем стипендии министерства культуры московской области на реализацию проекта то есть вы участвовали это как это проходило это так как какой-то смотр или по заслугам как это происходит до министерства культуры объявила конкурс а чтобы принять в нем участие мне нужно было написать проект я написала проект о том что я хочу сделать постановку которая называется прекрасная далека рассказала о целях этого проекта о задачах какую миссию в себе он несет подробно описала какая будет музыка какие будут костюмы участников и также рассказала себе после чего отправила этот проект на рассмотрение да также прикладывала все свои заслуги по образованию все свои заслуги спортсмена также грамоты моих замечательных учеников и после рассмотрения да вот мне позвонили и сообщили такую прекрасную новость попал а вы верили вообще что так будет честно я помню как я ехала машине мне звонит директор нашего замечательного центра я думаю так наверное что ты не сделала и она с такими прекрасными новостями мне было очень приятно я вообще если честно не ожидала даже забыла я отправила думаю ну ну то есть выполнила свою ношу правила хорошо ну сейчас мы поговорим потому что здесь есть и грамоты и медали казалось бы танцы бальные танцы но тут есть свои тайные секреты арина а как вы попали то в эту замечательную танцевальную компанию вас когда привели как сколько вам лет было нам сначала было по пять годиков там брату у него было день рождения ему становилось шесть лет а мне пока было еще пять с половиной и мы с ним ходили на танцы так да мы то есть сколько они уже у вас танцы второй год второй год вам нравится арина да а когда первый раз то пришла боялась наверное ну или как или нормально все было мы не боялись боялись то нет а кто-то еще ходят вместе с вами сколько там ребят вы много не много да а кто старше вас есть или к по возрасту сколько годиков и там есть мои ты моя подруга ксения она ходит на растяжку растяжку ходит но это даст по спортсмена и танцоры поймут так а у вас есть уже вот свой ваш партнер насколько мне известно это двоюродный брат правильно вот родион который мы видим второй части сейчас мы еще с вами поговорим а сейчас я хочу вопрос адресать виктория геннадьевна вот в чем разница между просто бальными танцами да и танцами спортивными потому что на спортивных каналах даже на некоторых раньше можно было увидеть что такие пары красивые там с номерами значит у мальчиков но разных там способа номеров вот и вроде бы все что называется пляшут или как говорят артисты работают до на площадке и потом выставляются оценки почему именно такой выбран вами формат не просто бальные танцы пришли потанцевали выступили на каких-то мероприятиях а именно спортивная составляющая еще когда я была маленькая меня мама привела в спортивный клуб в 2000 году я получила ну как это назвать паспорт спортсмена можно так сказать и начала свою танцевальную спортивную карьеру да у нас в таком формате проходят тренировки выступления что мы ну тренируемся выходим на турниры на соревнования правильно у партнеров обычно на спине номера и нас оценивают мы переходим из класса в класс то есть сначала вот детки у нас начинающий н-класс и по возрастанию присваиваются классы категории мы ездим на разные уровни турниров я вот хочу отметить что я до сих пор еще являюсь действующим спортсменом то есть тоже еще зарабатываете медали еще зарабатываю да до карантина я представляла казахстан мы с партнером танцевали за ту страну сейчас танцуем за россию выступаем на турнирах по у нас бальные танцы делятся на две программы это латиноамериканская и европейская мы с партнером танцуем латиноамериканскую программу это чача самбо румба по садоба лиджаев до тренируемся я вот как раз тренировки сразу к вам сегодня вот поэтому хорошее настроение так хорошо арин а вы так как какие танцы танцуете мы танцуем вальс ча-ча-ча и польку какой больше нравится нам не они нам нравятся все все а какой лучше получается или какой хуже всего получается какие там ошибок больше или все получается все получил молодец правда потому что если мне получалось не было бы столько медали молодец а что за медали вот я смотрю какое-то огромное количество где можно участвовать я так понимаю это опять же зависит от классности ну то есть от возраста да да но это все медали прошу заметить арены родиона только это она их из дома сегодня принесла как звучит арина и радион как сразу александр сергеевич пушкин арин это ваши медали до 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 медали это скоску за скак за какой период заработанная за год вы столько заработать до говорит арена понятно на самом деле ребята большие молодцы они выступают уже на турнирах категориях называется n3 вот три танцы n3 это количество танцев которые не знают ча-ча-ча-ча вальс и полька и закажем три разных обратите внимание там да и за каждые танцы их оценивают по каждому танцу до до того пока они сейчас это называется массовый спорт пока они не получили категории свой паспорт официально да не вступили федерации они танцуют в массовом спорте их оценивать за каждый танец понятная помещение рок-н-ролл был тоже по моему ходе давайте спортивно сейчас даже если не ошибаюсь есть отдельная федерация нормальный танец и рок-н-ролл а даже да хорошо как попасть попасть можно как можно составить конкуренцию арене потому что так понимаю что арена забирает все призы но тем не менее кто-то захочет привести своего ребенка к вам как это происходит процесс этот процесс происходит так вы приходите в красковский культурный центр замечательный на самом деле я вот искренне это говорю у нас необыкновенный никакая необыкновенная директор которая кстати тоже занималась больными танцами абсолютно случайно да поэтому тоже на мне такая особенная ответственность мне кажется лежит потому что ну она все-таки разбирается в этом виде искусства вот прийти в красковский культурный центр как в обычной дк заключить договор ну и начать заниматься понятно хорошо арен ну а сколько проходит как это вас репетиции или тренировки репетиции как каждый день или два раза в неделю как происходит у нас они происходят часто часто то когда скажет виктория геннадьевна да да когда нас позовут они позовут правильно скажите а утром это или вечером происходит утром утром да понятно ну а бывает лишь утром иногда не хочется идти а надо или вы себя заставляете или вы с радостью бежите прям мы с радостью бежим вот какой золотой ребенок ну прямо аж мне захотелось поучаствовать в танцах скажите все таки медаль медали рознь и если бы не брать сейчас вот арену да и родиона а просто ваших участников вот с чем какие бывают проблемы психологически иногда какой-то не получается не знаю там как сказать пируэт или какой-то фрагмент до танца не получается как психологически с детьми это работает сложно ну честно скажу да больный танец сложный потому что кроме того что у тебя постоянное взаимодействие с тренером с педагогом с родителями выезды на соревнования у тебя еще в паре постоянное взаимодействие без этого никак нужно находить общий язык а если например вот сейчас у меня очень много деток переходного возраста это вообще отдельные сложности ну сложно но на самом деле мне кажется от педагога много зависит нужно в какой-то момент поддерживать в какой-то момент наоборот твердость проявлять близко гибкая система гибкая такая как в больных танц вот и чем дальше тем сложнее на самом деле потому что когда ты уже выезжаешь на крупные турниры ты понимаешь какая на тебе ответственность ты автоматически уже не столько медали получаешь естественно да там уже не оценивают каждый танец ты выходишь со всей своей программой кроме тебя еще очень много людей которые также тренируются каждый день и готовится и ну еще да наверно следует ответить некий субъективизм в нашем виде спорта да это не прыжок в длину где ты прыгнул свои два там метра до зафиксировалась за у нас сложно у нас оцениваются и костюмы и внешний вид и то как ты вышел на паркет это как ты ушел и как даже просто обаяния да какое все артистизм да это очень сложно кажется что арен должно с обаянием точно 100 процентов попадание дарит до прическу же делаю тебе красивую я тогда она долго делаю до прическу долго долго вот я почему этот вопрос задаю потому что это же тоже такую костюм это все я даже не говорю сколько это стоит что это наверно родители участвуют а кто вот продумывают как будут выглядеть костюмы какой будет внешний вид у партнеров ну вот когда мы готовимся к выступлениям и делаем номера отдыха ставим номера естественно там костюм придумал я потому что всех одинаковые костюмы мы их шьем вот как раз сейчас на деньги которые выделяются мы уже начали заказывать костюмы для постановки номеров они у всех одинаковые а когда мы выходим на турниры там да очень сложно мы долго обдумываем костюмы мы постоянно меняем их потому что иногда вроде бы все хорошо но выходишь на паркет смотрится по-другому опять же перед каждым турниром стилисты работают до раньше наверное ну я сама помню мы все делали сами сейчас но действительно оценивается все поэтому ну да другое время другие как бы возможности но все равно побеждает не иногда не внешний вид умение умение да арин скажите пожалуйста вот вам сейчас сколько лет 66 6 вы будете дальше заниматься танцами да да вот а вы хотите вот когда уже будете совсем такой работ как виктория геннадьевна стать настоящим танцором спортсменом или факт пока не знаете знаем знают молодец на все утвердительный ответ просто великолепно скажи а бывает когда ты же с партнером с родионом когда вы танцуете а рядом другие танцуют обидно же иногда когда проигрываете или вы чаще выигрываете мы чаще стараемся стараемся мало как отвечают но просто фантастик и не проигрываем и не выиграем мы чаще стараемся умница просто молодец посмотрим как родион во второй части кто из них разговорчивый у нас папе получится но а чтобы ты сказала вот сейчас нас могут смотреть маленькие девочки такие же такого же возраста как ты вот что тебе танцы дают те хорошее настроение или что мне хорошим настроение а еще что-то дают другие люди вот танцуют по кругу а мы в центре в центре правильно они нам не мешают вот в этом прелесть когда ты танцуешь и никто тебе не мешает арена я желаю вам творческих успехов мы сейчас с вами попрощаемся на ваше место придет родион но а с викторией геннадьевной преображенской руководителем студии спортивного бального танца вик-дэнс мы не прощаемся и продолжим наш разговор программе открытый диалог эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и продолжаем наш разговор сегодня о замечательном коллективе а студия спортивного бального танца вик-дэнс руководитель этого коллектива виктория геннадьевна преображенская здесь у нас в студии напомню что работает эта студия при красковском культурном центре который так нравится виктория геннадьевна правильно но и у нас в первой части мы отдали преимущество партнерши а теперь нас партнер разбили так вот дуэт в первую часть у нас была арена сейчас к нам пришел родион родион здравствуйте вам персонально здравствуйте всем здравствуйте вот так родион скажите а кто главный в паре должен быть мальчик или девочка мальчик почему потому что он должен всегда и вести девочку если она ошибется а если мальчик ошибется что тогда дело девочка может помочь спасти ситуацию то есть в общем оба да могут решить проблему мы давно уже в танцах сколько с какого возраста мимо не шесть половину же арене еще шесть маленькая еще ирина да да скоро мне 7 7 лет будет скоро скоро в школу идет уже в садике к выпускному готовить на выпускном будете танцевать то наверное да вот так вот виктория геннадьевна я не знаю что вы с ними делаете но какие-то фантастические дети потому что хочется общаться общаться на нас программа короткая вот теперь этот вам вопрос адресую и вы его уже касались психологический вопрос и почему это полезно для детей да когда мы формируем не только физиологию с точки зрения тренировок но и психологию когда надо найти соединить пару вот это как как это происходит тут же одна ошибка может стоить распада коллектива да да есть такое тут знаете изначально же как дети приходят все записываются все вместе и она приходим мы начинаем тренироваться и постепенно я вижу кто подходит по росту друг другу да у кого там как как ну кто-то быстрее запоминает по темпераменту у кого-то кто-то дольше схватывает но там потом догоняет это сложно и я вообще стараюсь поменьше делать перестановок именно в парах которые вот участвуют на турнирах которые спортсмены потому что когда мы дело имеем с детьми вот например почему да хорошая такая у нас пара крепкая которая тренируется потому что родители но они понятно родственники да они со всех сторон со всех сторон поддерживают и делают все чтобы наши детки развивались да поэтому когда мы ставим в пару двух детей еще очень важно чтобы оба родители были заинтересованы и если вот у нас складывается такая классная команда педагога со всех сторон дети и тренер и родители извиняюсь тогда все получается вот потому что ну когда вот переходный возраст сейчас я поставила одну пару да им очень сложно они ну не поймешь что ли это любовь до скрытая то ли это ненависть но и я понимаете одна приходит на тренировку не говорит партнеру партнер не пришел я говорю где ты был мне сказала что я не будет сегодня ну то есть вот такие вот смешные ситуации а тренироваться кстати всегда вдвоем надо нет нужно много тренироваться по отдельности и тогда вместе все будет получаться я вас прервал то есть вот такая ситуация да вот такая ситуация когда вот образовывается команда она самая самая благоприятная когда мы говорим о коллективе как ансамбле вот который дал нас бдк я наоборот стараюсь очень часто мешать пары чтобы во первых привыкали танцевать с партнером потому что у нас девочек больше у нас только пять пар ну как всегда делайте даже на танцах больше да мальчиков 5 девочек 15 ровно вас всего мальчиков да но я про старшую группу до которым я придам с младшими там конечно получше наверно может так сказать дела обстоят вот поэтому младшие вырастают потом могут и могут не дайте хорошо сейчас я кардиону обращусь родион так какие вы танцы это танцевали с арины вот она тут рассказывал танцуем вальс по кругу польку по кругу а ча 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 еще нет как то есть не по кругу да а что это важно по кругу танцевать а ча 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 это пока как чем разница вот как сказала арина я хотела прокомментировать мы стоим в центре и над все обходят они у нас малыши все старше их обходят по кругу то есть они в движении если дал и когда усложняются схемы обычно они выстраиваются по линии танца то есть по периметру по кругу когда у нас но еще мы только начинают танцевать мы на месте радион скажите а вам то какой танец больше всего нравится вот вы прям не больше нравится вальс потому что то я уже могу считать вальс ну и там все делать все делать а в ча 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 чего не все еще не кружись не кружись а то мы тебя не услышим да 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 не все еще не все то есть еще тренироваться да а какие у вас тренировки вот вы там чего подтягиваетесь какие-то мы ходим на группу растяжку у нас сама группа там и ну бы больно вообще тяжело или нормально мне мне нормально арене нет арене нет тяжелее арене дают она тебе потом расскажет я думаю после программы хорошо расскажи что ты вчера тянул на тренировке сильно вы долго растягивали что у вас не хватает чтобы плечевой сустав мы вчера растягивали на тренировке плечи чтобы стойко было а вообще кстати сейчас вот виктория танец это же как мы говорим язык жестов да вот и это же какая-то гибкость должна быть мы но мы вот всегда увидим бальника да даже когда мужчина ходит по-другому женщина подруг это женщина в принципе девушка да она ближе к этому к танцевальному состоянию а мужчину всегда видно вот он видимо танцами заняться то что какая-то такая походка другая и вообще вот эти движения там я почему сам бы вспомнил вот это же какая-то гибкость костей это вообще другое состояние физиологии да вот насколько это небезопасно или безопасно и следят ли за этим как-то врачи кто-то куда-то вы отправляете чтобы мало ли там какое-то отклонение но на самом деле технология развиваются не стоят на месте и бальном танце я очень много изучаю по этому поводу потому что меня это лично касается так как я еще так активно сама занимаюсь мы выстраиваем правильно самого раннего детства тренировки с мой плюс конечно же сейчас еще да есть индивидуальный подход каждому кому-то нужно растягиваться мы его отправляем к профессионалам на растяжку кому-то нужно мальчиком обычно больше набрать физической формы они у нас идут отжиматься и так далее ну и плюс мы очень много занимаемся прикладными занятиями такими вот как я сказала растягиваем плечевой сустав потому что если вы пойдете на обычную растяжку да вряд ли вам начнут тянуть плечи чтобы у вас стало стойко правильно мы много занимаемся прикладными такими задачами ну и конечно следим за здоровьем я по себе могу сказать если все делать грамотно да если что-то болит обращаться к тренеру за помощью то обычно проблем нет и наоборот даже меньше болеем и иммунитет становится крепче и как бы задача другая стоит да хорошо ордеон вы чаще выигрываете с арены соревнования или чаще проигрываете чаще проигрывая мы выигрываем то есть даже если проигрываем все равно выигрываю молодец про короче проигрываем и не так уж и сейчас вот я же чему говорю на что выигрываете час отчего вручать вам медали вручают да да и кубки есть много медали уже кубки это очень такой деликатный вопрос потому что обычно его вручает один на пару и поделить кубок это одна из самых сложных проблем после турнира это такие слезы вы не представляете давай кубок а почему не догадаться не сделать два кубка это же так дорого но обычно вручают один на пару я когда была маленькая помню один после одного турнира партнеру после одного другого турнира к партнеру но у нас сейчас либо мы когда вообще такая ситуация забираем его к себе в студию отдаем тренеру либо и бывало даже так что по неделе гостит кубок у одного партнера через неделю переезжает к другому прекрасно прекрасно скажите радион а вам хватает время это погулять на улице просто с друзьями или все время тренировки и репетиции но не все время мы можем еще чуть-чуть погулять и для мама разрешает еще мама погулять может быть может разрешить может нет арина ко мне приходит во двор мы чуть-чуть играем а потом они уезжают домой то есть еще как бы контакт продолжается и вне до репетиции потому что ну я помню что таком возрасте конечно говорить о каких-то но неприятных моментах на на все таки не приходится вот то что вы говорите уже другой возраст когда люди начинают что там понимать какие-то изменения и в организме происходит и так далее но все таки вот на сегодняшний день какая у вас основная задача вы написали такой жикарный сценарий я так понимаю что вы участвуете во всевозможных концертах и только спортивных вот чем живет студия какие у нее планы сейчас так как конец учебного года у нас все мысли про отчетный концерт в году у нас было пять лет нам исполнилось юбилейный отчетный концерт мы делаем прекрасный мюзикл мы объединили все номера одной программы одним лейтмотивом и сделали классный на мой взгляд концерт в этом году мы готовим уже новый отчетный концерт я очень надеюсь что мы успеем с костюмами совсем и уже опробуем даже постановку на которую как раз выделились деньги прекрасное далеко и в конце мая 28 мая три часа дня в красковском культурном центре пройдет наш замечательный отчетный концерт и вход свободный всех очень ждем будем рады видеть а будут выступать арина и родион конечно будут в том году они у нас были как раз главными героями вот но вот ведь и вот этих замечательных кубка получили три кубка сразу за один за три танца за второе место да а если 1 она вообще в 6 кубков было бы да может понять другу правильно черном можно и 200 правильно скажите родион вот а вы смотрите как другие танцуют ну другие пары вы чего-то у них так подглядываете ну да смотрим когда сама там и это как это другие какие-то танцы да и чего есть какие-то вещи которые они делают может быть лучше вас а может быть и хуже вас есть да да они немножко не выпрямляют колени то выпрямляют не непонятно непонятно ведь и будущий мне кажется тренер растет тоже уже знаю что виктория мы потихонечку движемся к финалу давайте мы еще раз скажем то значит это у нас студия которая одна в с одной стороны танцевальная с другой стороны спортивная это дает возможность участвовать детям и в спортивном так сказать направлении потому что здесь обратите внимание не зря эти вопросы давал и гимнастика и общая видимо физическая подготовка потому что с определенным весом уже танцевать так не будешь легко правильно и плюс конечно же это еще творческая составляющая вот вы говорите мюзикл это когда не просто танец со смыслом до мюзикл это мы объединили все наши танцы связали их с одной темы мы привязали к летним каникулам вот да и ну каждый танец конечно это законченная идея законченное произведение я вот как раз закончила в этом году хореографический институт родион считает сколько там почитать по моему 12 да а я 11 на счет молодец сразу одну медальку и при прибавил умница друзья мои большое вам спасибо мы поздравляем вас во первых с тем что это успешно вот вы получали с получили эту стипендию и не не уходим подожди терапись теме интересно мы еще сейчас две секунды да 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 вот благодарим вас за участие в программе желаем вам удачи 28 мая придут к вам на концерт я думаю поддержат родион помогать арене продолжать срабатывать медали и выигрывать кубки ну а мы с вами прощаемся сегодня в студии у нас были виктория геннадь на преображенская руководитель студии спортивного бального танца вик-дэнс красковского культурного центра а также пара которая в первой части у нас участвовала арина партнерша во второй части партнер ради он желаем всем удачи и хорошего бального настроения с вами был николай пивненко и увидите все по телевизору правильно рассказал так родион я подтвержу всего доброго это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания и Редактор субтитров А.Семкин